Он есть Бог. Мы верим в Троицу Святого Бога. Есть кто? Отец, Сын и Святой Дух. И три. Три единые. Три единые в отношениях, три единые в творении. Они все творили вместе. И у каждого своя функция. Бог Отец все запланировал. Но они вместе планировали. Бог Отец сотворил вместе в Троице. Они творили. У Христа была какая миссия? Какая миссия Христа самое главное? Прийти сюда, в этот мир, спасти нас, грешников. И я бы хотел прочитать из послания к евреям. Такое интересное послание. Один стих. Иисус говорит о себе. Апостол Павел написал это послание. Послание к еврейскому народу. Ну, а знаете, сегодня я бы хотел, чтобы этот стих и прозвучал ваше сердце. Он пишет послание к евреям, уже когда он пишет заключение. Это 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Христос, когда он был здесь физически на земле, он спасал людей. Христа, когда его сейчас мы не видим, его действие, оно продолжает. Спасение, оно продолжается. Он, как вчера, мог освободить человека от зависимости. Он сегодня может освободить. И завтра. То есть Бог не меняется. Меняемся мы, обстоятельства меняются. Ну, когда Христос жил, люди на осликах ездили, сейчас ездят на машинах. Вот. Чуть-чуть изменилось там. Раньше ходили там платья такие, да, были мужские. Сейчас ходим мы в штанах там. Вот такое немного поменялось. Но Бог не изменен. Бог живет вне времени. Мы с вами во времени. Ну, я думаю, что вы когда-то были молодые, красивые. Может, ходили где-то. А уже смотрю, седина покрыла голову вашу. Уже смотрю, уже и все ближе и ближе к встрече с Богом. Мы приближаемся. Знаете, и каждый из нас. Каждый из нас когда-то однажды был молодой, красивый. Думал, все впереди его, все будет хорошо. А тут раз, раз и такие обстоятельства разные в жизни. Но Бог не изменен. Бог не меняется. Христос не меняется. Любящая рука Бога не меняется. Бог спасает. Бог спасает. Бог простегает сегодня руку. Бог простегал тебе вчера руку. Знаете, что очень много сегодня людей, которые хотели бы стоять здесь на вашем месте. Знаете, на вашем месте очень много людей хотели бы стоять. Как вы можете вообще ходить, чтобы это солнышко на их светилах, дышать свежим воздухом. Но они уже сегодня не проснутся. Потому что они вчера легли спать и их жизнь прекратилась. Кто знает, когда вы умрете? Ну, сегодня мы вообще не знаем, куда оно там с неба это может свалиться. Куда? Сюда на голову или оно пролетит. Мы никто не знаем, когда. Но вот главный вопрос, как мы встретимся с Господом? Вот как я и ты встретишься с Ним? Один кто-то встретится с Богом как судьей. Бог скажет, слушай, я тебе 30 лет или 20 или сколько там прожил. Руку свою милую еще простегал. А ты что делал? Что ты делал? Ты эту руку отвергала. Ты не сегодня. Знаете, самое большое сейчас те души, которые находятся в аду. Знаете, о чем они самое большее сожалеют? Да. Что они пренебрегли этой милостью? Бог посылал людей, а они пренебрегшие этой милостью. Библия нам говорит о такой притче, рассказывает. Были два типа людей. Один был богатый, пиршествовал, каждый день устраивал себе пиры. То есть он весьма был богатый. Один был вазер, который не был богатый, был бедный. Он даже готов там был крошки есть с этого. Один и другой умер, только участь разная. Один пошел в ад, один пошел на лоно Авраама. И вот когда такая произошла, вот описывает Библия встреча у них, то он говорит, слушай, пойди расскажи моим там братьям, которые остались. А Бог говорит через свое слово, что у вас есть слово. Вот слово, обращайтесь к слову. Они пренебрегают. Знаете, если сейчас вот так вот ангел сходит с неба и начинает даже писать на небе. Ваше имя там, Валя, покайся. Знаете, что произойдет? Валя подымет свои глаза или там Паша или Саша, подымет глаза и скажет, вот это галлюцинация. Вот это, вот это меня прет. Белка уже, я сошел с ума. Знаете, люди, они вот хотят такое что-то увидеть. Но нам Бог дал свое слово. Нам Бог, Сам Бог, Творец, Вселенная, Который все сотворил, Который сотворил каждого из нас по образу и подобию своему. Каждый из вас здесь стоит в его образ и подобие Божие. Знаете, в чем выразилось ваше образ и подобие? Бог дал вам разум. Бог вам дал чувства. И Бог дал вам свободу и выбора. Вы думаете, в аду там всех, кого Бог принуждено туда кинуть? Нет. В ад пошли люди, которые добровольно при своей жизни выбрали этот ад. Бог никого за шкирку не тянет вам. Бог никого в Царство Божие не тянет. Хочешь? На. Хочешь свободу? На. Хочешь получить эту милость? Возьми, покайся. Развернись от своих злых дел. Повернись к Богу. Живи, соответственно, Слово Божие. Один кто-то слышит и думает, слушай. Да я уже столько раз это все слышал. Ты мне новое что-то скажи. Я вот слышу постоянно, как не приду сюда, слышу покайся, покайся, покайся. Я уже говорил, что есть люди, которые бы хотели стоять на вашем месте и сегодня хотели бы покаяться. Но уже нема возможности. Уже они стоят перед Богом и отвечают за всю свою прожитую жизнь. Есть люди, которые хотели бы сегодня так услышать благую весть и принять ее. Стоять на вашем месте. Сегодня мы здесь. Сегодня Бог продолжает твою жизнь. Каждую секунду в мире умирает два человека.